Всем привет! Снова с вами Нияз. Как я и обещал, сегодня я хочу вам рассказать про консульскую легализацию документов. А именно про то, как мы с моей женой легализовали сведество о браке и наше диплом о высшем образовании. Ранее я снимал видео про апостелирование, но как оказалось, она не действует в Эмиратах. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что для Эмиратов нужна именно консульская легализация документов. Вообще, нам очень сильно повезло, что моя сестра живет в Астане, и легализацией полностью занималась она. Мы просто выписали на нее доверенность, отправили оригиналы документов ей. Первое, с чего она начала, это она сделала копии наших документов. Вообще, оригиналы наших документов выглядят вот так. Свидетельство о браке граждан Республики Казахстан, вот такое. И два диплома о высшем образовании. Вот такие два диплома. Затем, сделав копии с этих документов, она обратилась в специальное бюро переводов и перевела их на английский язык. Затем, в основном, зачастую, такие бюро сотрудничают с нотариусами. Поэтому нам сразу, как нам их перевели, сразу нотариус заверил эти документы. Вот. И текст нотариуса должен быть на двух языках, потому что это все-таки делается... Так, вот я вам сейчас покажу. Вот, значит, копия. Перевод. И нотариус пишет на двух языках. Русский, английский. Ставит две печати. Прошнуровано, пронумеровано на двух листах. Вот. Далее я сейчас вам расскажу, что затем за этим делается. Видно, да? Затем эти переведенные и заверенные документы, заверенные копии документов, отправились в МИД РК. Там есть департамент консульской службы, который занимается именно легализацией документов. Там эти документы обрабатывались три дня. Вот эти две печати нам поставили там, в департаменте консульской службы. Квадратную печать и круглую печать. Затем после этого... Это занимает три рабочих дня, как я вам сказал уже. Затем после этого моя сестра понесла их в посольство Арабских Эмиратов, которое находится в городе Астане. Там нам поставили вот такую печать, марочку арабскую и маленькую круглую печать. Тоже заняло три рабочих дня. В принципе, на этом процесс легализации был завершен. По деньгам это вышло 53 тысячи тенге. В российский, если переводить, 11,5 тысяч рублей. По времени это вышло 10 рабочих дней. Все на этом. В принципе, на этом все. Наш долгожданный вылет в Дубай состоится 18 сентября. Мы так долго этого ждем. Мы уже забронировали, купили путевки, сделали визы. Теперь осталось только ждать. Но скучать нам не придется. Есть еще маленькие незавершенные дела. В общем, если появятся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне в личку, либо задавайте в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. С вами был Ньяс. Спасибо за внимание. Специально для проекта Индубай. Пока-пока.